Худо-бедно какой есть инвентарь, и вот с недавних пор у нас здесь соорудили нам забор. Этот барьер словно очередной вызов для Шубенкова. Забор разделил зал на две части, по ту сторону осталась беговая дорожка и инвентарь. Легкая атлетика это в первую очередь бег, а чтобы хорошо бегать, надо бегать. И вот это то, чем мы здесь и занимаемся. В первую очередь здесь мы бегаем зимой, когда на улице мороз, когда на улице можно только там кроссики покатать. Соответственно, здесь вся специальная работа всегда у нас была. Для специальной работы тренер Шубенкова Сергей Клевцов оборудовал вот этот тир училища Олимпийского резерва. Помещение поделились биатлонистами, приходилось уживаться. За все время здание ни разу капитально не ремонтировали. В итоге прорвало крышу. Это постоянно, это даже мужу привыкли, это не мешает. Там это все разгребается, убирается. Шубенков даже как-то раз выкладывал снимок с протекающей кровлей в инстаграм. Десятки комментариев со словами «как так» и сотни лайков. Тогда на эту проблему мало кто из краевых чиновников обратил внимание. Обратили почему-то сейчас. Руководитель училища, по словам Шубенкова, решил не ремонтировать зал, а вовсе снести. Бегать здесь сейчас решительно невозможно. Это уже другой зал, называется манеж политехнического университета. Бесконечные заплатки на дорожках, отсутствие тренажеров под рукой и неудобное расписание. Именно сюда тандема предложила переехать временно исполняющий обязанности руководителя управления спорта и молодежной политики края Елена Лебедева. Некоторые дыры уже прям вот до бетона, они вышеркались, но по бетону особо не побегаешь. То есть травмоопасно, жутко, останешься просто-напросто без ног. Такой вариант, мягко говоря, не устроил Сергея Клевцова. Уверяет, зданию на Тимуровской 16 в регионе просто нет альтернативы. Доказывал он это и спортивным чиновникам, говорит, не услышали. Тогда известный тренер обратился к заместителю губернатора Виталию Снесарю. Проблему обещали решить. Главный итог его, я думаю, это то, что ситуации категорически нет. Приобрела чуть более другой формат, что есть желание у руководства работать, помочь ситуацию поправить. Потому что, как сказал вице-губернатор, со стороны спортзмена все понятно, цикл тренировок не должен прерываться. Сразу же после этой встречи высказалась и Елена Лебедева. Мы будем до последнего искать возможности, чтобы манеж в училище Олимпийского резерва к холодам заработал. В настоящее время предпринимаются конкретные действия, направленные на то, чтобы наши ведущие легкоатлеты и в первую очередь Сергей Шубенков. Часть своей подготовки проводили в этом помещении. Вопрос сложный, но не безысходный. Выход все же будет найден, уверены знаменитые спортсмены. Ведь на кону сейчас поездка Сергея Шубенкова на Олимпийские игры в Токио, подготовка к которым уже началась. Слишком, говорят, высока цена. Правда, по словам Шубенкова, в последнее время он все чаще стал задумываться о смене места проживания. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Продолжение следует...